Здравствуйте! Это библейский портал экзогет.ру. Сегодняшняя тема. Отец во мне и я в нем. Евангелие от Иоанна, 10 глава, с 32 по 42 стихи. Это продолжение беседы Господа Иисуса Христа на праздник обновления храма Иерусалимского, когда Господь пришел и беседовал с евреями в портике Соломона. То есть в той крытой галерее, которая находилась в восточной части храмового комплекса. Господь беседует с евреями, воспоминает свою беседу двухмесячной давности о себе как истинном и добром пастыре. И указывает, что овцы, которые следуют за ним, будут приведены им на особую обильную пажить. Этой пажитью станет жизнь вечная. И он избавит их от погибели, потому что никто не сможет похитить этих овец, верующих в него, из его руки. Потому что и Отец тоже положил на них свою руку, дабы их защитить и сохранить. А далее Господь говорит, я и Отец едины. И вот эта фраза, которая стала выражением его учения о том, что он также истинный Бог, равный Отцу, вызвала у Иудеев очень мощную отрицательную реакцию. Они взяли камни для того, чтобы побить его. Причем интересно, что в греческом тексте 31 стиха, который звучит так. Тут опять иудеи схватили камень, чтобы побить его. Говорится, принесли опять иудеи камни. То есть они, слыша эти слова, настолько разъярились, настолько негодовали, настолько увидели в этом богохульство, что вынуждены были выйти из храмового комплекса, пойти куда-то в близлежащие кварталы, там найти камни, и опять вернуться на храмовую гору в портик Соломона. 32 стих. Что же происходит при этом? Иисус отвечал им, много добрых дел показал я вам от Отца Моего, за которые из них хотите побить меня камнями. Конечно, в слова Господа звучит горькая ирония. Я показал вам много добрых дел в русском синодальном переводе. По-гречески звучит еще более сильно. Пола-эрго-кола. Множество дел. И вот этот термин кола, единственное число колос, означает не просто хороший, но впечатляющий, внешне восхитительный, необычный. Итак, я показал вам множество дел, не только необычных, добрых, хороших внутри, но даже внешне впечатляющих. Так из-за какого из этих дел вы хотите побить меня камнями? 33 стих. Иудеи сказали ему в ответ, не за доброе дело хотим побить тебя камнями, но за богохульство и за то, что ты, будучи человек, делаешь себя Богом. Очень точный и четкий ответ. Мы хотим тебя побить камнями, потому что с нашей точки зрения это невозможно, чтобы ты был одновременно и человеком, и Богом. И, конечно, вот эта мысль Господа о том, что он и Бог, и человек одновременно, на многие последующие столетия станет камнем прекновения для огромного количества людей. Мы помним, что ересь Ария как раз и будет исходить из того, что невозможно, чтобы Бог стал человеком, чтобы единая личность могла сочетать в себе божественную и человеческую природу. Как раз об этом говорит Христос, что это возможно, и как раз это, его слова, именно так и понимают иудеи. Понимают, но не могут это принять. За богохульство хотим тебя побить камнями. 34 стих. Иисус отвечал им, не написано ли в законе вашем, я сказал, вы боги. Господь Иисус Христос вспоминает Псалом 81. Это необычный Псалом. Там говорится, Бог встал в сонме богов. Среди богов произвел суд. Речь идет о том, что были некие судебные собрания, и люди, которые выносили вердикт, могли судить других, определять, по сути дела, жизнь других людей. Названы богом, единым истинным богом Ягве, эти люди-суди также названы богами. И Псалом 81 содержит обличение этих богов с маленькой буквы, людей, которым даны величайшие полномочия со стороны истинного единого бога, потому что эти люди-суди перестали справедливо судить. Но именно от того, что у этих людей есть огромная возможность, величайшая возможность влиять на жизнь окружающих, во Псалме они названы богами. 35 стих. Христос продолжает. Если он, то есть Отец Небесный, назвал богами тех, которым было Слово Божье, и не может нарушиться Писание, 36 стих. Тому ли, которого Отец осветил и послал в мир, вы говорите, богохольствуешь, потому что я сказал, я Сын Божий. Христос хочет сказать. Итак, вы читаете свое Писание, читаете Псалом, в котором Бог называет судей также богами. И вы это принимаете. Вы не считаете это невозможным, что кого-то из людей можно назвать богом, потому что в противном случае нарушится, или в греческом тексте уничтожится, повредится Писание. Но перед вами тот, которого Отец Небесный и осветил, и послал в мир. Это очень важные в богословском отношении слова Господа Иисуса Христа. Отец Небесный не просто посылает какого-то посланника, но посылает безгрешного человека. Осветил, потому что Сын Божий воплотился от Девы. Осветил, потому что во всем подобен нам, кроме греха. И вот именно такой освященный, непорочный и посылается Богом в мир для того, чтобы искупить людей. И вот он посылается освященный, а не ему, освященному и посланному отцом, говорят, ты богохульник. Разве он богохульник, если он констатирует реальный факт, что он Сын Божий. И здесь еще один пример очень важный того, как Христос использует терминологию, которая была характерна для еврейской среды той эпохи. То есть мы знаем сейчас, что евреи действительно использовали термин Сын Божий как титул Мессии, мессианский титул. Это нам известно из кумранских рукописей, в частности из рукописи, которая так и называется Сын Божий. Но он, когда говорит, я назвал себя Сыном Божиим, имеет в виду не Сын Божий в переносном смысле, как это понимали евреи и как понимает кумранская рукопись, а Сын Божий в прямом смысле, потому что только что он им сказал, я и Отец одно. 37 стих. Если я не творю дело Отца Моего, не верьте мне. 38 стих. А если творю, то когда не верите мне, верьте делам моим, чтобы узнать и поверить, что Отец во мне и я в нем. Таким образом, Христос указывает, если вам мои речи кажутся неосновательными, у вас остается самый надежный аргумент. посмотреть на то, что я делаю, потому что этого не делал и не может сделать ни один другой человек, только освященный и посланный Отцом. Итак, смотрите на мои дела и верьте моим делам. И когда вы на них посмотрите, их исследуете, их изучите, вы согласитесь с тем, и дальше Господь произносит опять богословские, в высшей степени важную фразу, что Отец во мне и я в нем. Опять подбирает выражение для того, чтобы указать на то, что Он Бог, равный Богу Отцу. Но если до этого он использовал фразу «Я и Отец одно», то теперь фразу, которая указывает на их взаимное проникновение «Я в Отце» и «Отец во мне». Именно эту фразу, эту идею Господа Иисуса Христа будет использовать евангелист Иоанн Богослов, когда будет писать пролог своего Евангелия. Помните, «Единородный сын, сущий в недре Отчим», то есть тот, который находится на лоне, в очреве Отца. Но оказывается, не только сын находится в Отце, но и Отец находится в Сыне. Опять же, максимально возможная их взаимная близость, то, что мы сегодня называем единосущее или единство по природе. 39 стих. «Тогда опять искали схватить Его, но Он уклонился от рук их». Интересный оригинальный текст. И Он вышел из руки их. То есть, евангелист Иоанн показывает, вот уже готовы были схватить, но невозможно схватить того, кто могущественнее всех, если Он сам не пожелает. Поэтому Он уклоняется и уходит из храма. 40 стих. «И пошел опять за Иордан, на то место, где прежде крестил Иоанн и остался там». На ту территорию, которая тогда называлась Перея. Ну, а сейчас это территория государства Иордания. В археологическом плане иногда эта территория называется Транс-Иордания или За-Иордания. И Христос вот там остается, потому что там тоже есть евреи. 41 стих. «Многие пришли к нему и говорили, что Иоанн не сотворил никакого чуда, но все, что сказал Иоанн о нем, было истинно». Поскольку именно в этих местах Иоанн крестил и проповедовал, то жители этих мест хорошо знали, что говорил Иоанн Креститель о Господе Иисусе Христе. И вот теперь, после того, как Господь уже несколько лет совершает свое общественное служение, они, жители Переи, удостоверились, что Иоанн говорил о Христе правильно. Хотя сам Иоанн не сотворил никакого чуда, ну а в греческом тексте стоит слово «знаменье», потому что задача, миссия Иоанна была иной. Это была миссия слова. Он готовил еврейский народ к приходу Мессии и к принятию Мессии. Так вот, получается, жители Переи до сих пор помнят то, что говорил Иоанн, и они теперь видят, что слова Иоанна подтверждают дела и знамения самого уже Иисуса Христа. 42 стих. «И многие там уверовали в Него». И вот общение с Господом Иисусом Христом, которое последовало после вот этих вот благоприятных о Нем суждений, привело к тому, что многие жители Трансиордании стали верующими последователями Господа Иисуса Христа. Излагая беседу на праздник обновления, Иоанн Богослов постепенно готовит нас, читателей его Евангелия, к тому, что Господь, удалившийся в Перею, скоро вновь вернется в Иерусалим. Но вернется для того, чтобы самым великим знаменем, чудом показать на деле, что только что произнесенные им слова о себе как равном Отцу, о себе как едином с Отцом, о себе как пребывающим в Отце и Отце пребывающим в Нем, эти слова подтвердить на деле через воскрешение четырехдневного Лазаря. Большое спасибо за внимание. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok